Всем привет! Это обзоры Лего и его аналогов от Калин Красный, и сегодня у меня в обзоре вот такой замечательный маленький наборчик 4+, серии Лего Марвел под серией Infinity Saga. Артикул набора 7689, называется у нас он Капитан Америка против Гидры, в наборе у нас две мифигурки, количество деталей 49, и розничная его цена на момент 2021 года 899 рублей. Итак, что это за набор и почему он у меня? Ну, я продолжаю закрывать свои гештальты по серии Лего Марвел, и вспоминаются, ребят, замечательные времена, когда я делал перед Новым годом видео о наборах Лего всего лишь за 500 рублей. Кстати говоря, ссылочка будет вот здесь, можете перейти, посмотреть, понастальгировать. Да, черт возьми, в свое время этот набор можно было купить всего лишь за 500 рублей, а то и то меньше. Я же его купил за 1000, почти 100 рублей, ну, 1090 или что-то такое, купил я его на Валберсе. Вот. К сожалению, да, к сожалению, да, набор сейчас стоит около 1000, но хотя бы так, ребят, хотя бы так, хотя, скажем так, за 45 деталей это много, но учитывая то, что сейчас в мире вообще, в принципе, насколько мне известно, стоимость Лего возросла сама по себе, независимо от всего, просто выросла. Может быть, может быть, и это настоящая реальность, что сегодня же 45 рублей, мы будем скоро платить 1000 рублей, а то и больше. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить обзор на все новинки Лего и его аналогов. Приятного просмотра! Так вот, повторюсь снова, я взял этот набор на Валберсе. Ребят, я советую вам постоянно отслеживать Валберес, потому что там можно поймать новиночки 21 года, и туда постепенно заходят новинки 22 года. Ну, в общем, там есть наборы, которые, ну, вот, свежие относительно плюс-минус полгода или год. И для чего я взял данный набор? А всего лишь ради одной мини-фигурки, Капитан Америка. Как я говорил ранее в своем видео, здесь очень шикарная мини-фигурка Кэпа с хорошим аксессуаром. Что касается мини-фигурки, сейчас вышел отдельный журнал Лего Марвел, там есть фигурка Кэпа, но она, по-моему, там по комплектации не такая шикарная, как тут. Так, ну, давайте мы уделим внимание наборчику. Да, пришло мято, к сожалению, я не стал отказываться, потому что, ну, коробка не такая большая, не так сильно обидно, скажем так. У нас здесь классический уже ставший новый дизайн Infinity Saga, вот эта вся комиксовая штука мне очень нравится. И здесь у нас изображен функционал набора. Ну, сразу здесь и на обратной стороне. Тут не сильно что-либо изменилось, тут даже, скажем так, есть инструкция, так как набор у нас 4+, не знаю, есть ли там инструкция или придется свернуть по этой коробке, но здесь у нас просто представлено, что у нас здесь есть в этом наборе. Что ж, давайте мы его вскроем и вскроем мы его вот так по-дикому. Я всегда, чёрт возьми, мечтал его так вскрыть. Вот эти маленькие наборы, их зачастую вот так открывают по-дикому. Не знаю, мне не жалко и не чуть, ребят, но всегда хотел открыть именно вот так. Так, немножечко коробочка у нас разошлась, клей хорошо приклеил. Вот, вот, всегда мечтал так открыть маленький наборчик. Что у нас тут? У нас здесь один пакетик, два моноблока и инструкция. Вау, ребят, вот такая вот инструкция жирнюшая для такого набора, хотя здесь у нас, ну, можно и собрать всё по картинке. Ну, коробку мне не жаль, она мятая была, да и протыкать её так не особо сильно хотелось. В общем, инструкция. Вот такая маленькая подтирочная инструкция, как я люблю говорить, но здесь у нас зато появилось. Смотрите, вау, это уже у нас новинка 21 года, но здесь у нас есть вот эта штука-линия, по которой у нас всё собирается. У нас сразу видно, что две версии, кстати говоря, выглядят не очень дети волосы на рендере. Ну, наборчик 4+, да? Набор 4+, мы не будем ничего говорить, это нормально для детишек, очень хороший набор, я считаю. И что у нас тут в конце? Та-дам, мы всё собрали. Что ж, давайте тоже соберём всё. Итак, наш наборчик 4+, собран, и я вам хочу сказать, что для набора 4+, для 45 деталей, очень даже вполне хороший проработанный наборчик. Для детишек, я думаю, самое топное, что две крутые мини-фигурки, очень хороший мотоцикл, достаточно он простецкий, но при этом он проработанный, и больше в него, ну, не хочется чего-либо лишнего добавлять, наверное. И крутая такая вот штука шутерная, из которой можно управлять. В общем, функционал играбельный 100% для 4+. Итак, Капитан Америка, он же Стив Роджерс, ключевая фигурка и фигура в киновеселенной Марвел, очень хорошая мини-фигурка в данном наборе. Кстати говоря, броня, по-моему, мне напоминает из фильма Мстители Эра Альтрона, если я, ребят, не прав, поправьте меня в комментариях. У нас, к сожалению, здесь принты только на торсе, киноногах отсутствуют. Вот такой у нас принтик спереди, щит Кэпа, соответственно, и принтик сзади. Ну, больше мне, конечно, хотелось бы, но я понимаю, что от такого маленького наборчика 4+, я бы не получил. И у нас маска, маска Кэпа, прикольненько, у меня никогда не было фигурки Кэпа, поэтому я так рад. И два выражения лица, вот такое вот масочное, и у нас специальное лицо под волосы, то есть мы надеваем наши волосы прекрасные, и вот такое выражение Стива. Ну, вполне себе хорошая личка, обычная, скажем так, но мне кажется, с маской все-таки выглядит круче. А фигурка, ну, хорошая, стандартная, обычная, не знаю, как описать еще. И боец Гидры, вот он мне порадовал намного больше, на самом-то деле, потому что у него прикольный принтик на торсике, и вот эти фиолетовые элементы, значок Гидры, и у нас принтик также сзади. Тоже прикольно выглядит, значок Гидры шикарный, ну, и фигурка, я думаю, можно будет где-нибудь доиспользовать. У нас одно выражение лица, я думаю, у нас оно классическое, стандартное, какого-нибудь Супермена или Бэтмена, но оно у нас уже было. И вот такая классическая старая шапочка, давно о ней мечтал, но в коллекции тоже зачетно. Так, по функционалу набора, у нас прикольный мотоцикл, он у нас моноблочный, состоит из двух деталей основных и имеет вот такую детализацию. Как я говорил чуть ранее, детализация шикарная для такого набора 4+, мне очень нравится, что в таких наборах 4+, обычно детали все пропринтованы. И вот этот значок Avenger, сместители, он здесь пропринтованный, что означает, что для какой-либо самоделочки такие детальки очень хорошо зайдут, пойдут. Вот, и вот такая пропринтованная деталька мотоцикла, здесь у нас передняя фара. Ну, по функционалу что, катается и катается хорошо, можно посадить сюда нашу мини-фигурку Кэпа без проблем, я думаю, каких-либо. Сейчас мы его сюда усадим, вот так посадим. Посадили мы нашего Кэпа, все отлично, все супер гуд, и очень мне нравится, что эта построечка шутерная. Вот сюда мы так вставляем наш тайл 2х2 круглый и стреляем, заряжаем и стреляем наш мотоцикл. Ну, мотоцикл он точно никак не уронит, но мини-фигурка, я думаю, должен. Ну, попытаться-то мы должны, ребят, попытаться-то должны, конечно, надо чуть выше бить, скорее всего. Блин, ну, ладно, больше экспериментировать не буду я, проверку не прошло. Так, ребят, ну, подводи итог, что я могу сказать о данном наборе. По 10-бальной шкале я ставлю ему 10 из 10, потому что наборчик 4+, 45 деталей, и он выглядит достойным. Да, мне кажется, все-таки по дизайну набора, по вообще, по вот этой серии, это, ну, я вроде помню, что в Мстителях Аэроэльтрон, ребятки по снежной какой-то стране, они куда-то гнались, и там был, по-моему, Кэп как раз-таки на мотоцикле, не на таком, конечно. Но, если я не прав, поправьте меня в комментариях, опять же. 10 из 10, шикарнейший маленький наборчик. Конечно, цена на него сейчас дорогая, но, я думаю, ради мини-фигурок и ради деталей и вот таких построечек можно взять. Я рекомендую однозначно. Ссылочка по возможности будет первой в описании, если все еще существует ссылка на этот набор за такую цену, которую я брал. Вот, ребят, у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте, где мы укладываем все новинки Лего и его аналогов. Всем пока.